Да, на сегодня была очень напряжённая партия. Я считаю, что по дебюту я получил такую хорошую позицию с видами на инициативу. У меня активные кони на d4, на f4. До определённого момента я играл хорошо. Как мне кажется, до 25-го хода, когда он пошёл ферзь e2. И после ферзь e2 мне, конечно же, нужно было пойти кони в 6, подготовить g4 и следующим ходом спокойно провести g4 без всяких жертв. Но, как говорится, Астапа понесло. Я пошёл g4, я пожертвовал поддержку, но он сделал все лучшие защитительные ходы. Ну, как бы временно белые защищаются, но ничего не срастается вообще у нас. Здесь я долго рассчитывал конь в e4, что выглядит логично. Ну, он ходит в слоне 3, конь d2, жертва ферзя. Но он ходит ладья d2. И тут, допустим, как вариант, я могу побить ферзь c2, ладья c2, конь в 3 шах. Накрываешь 1, конь d4. Но он просто бьёт, бьёт, слон h6, и у него просто лишняя пешка. У меня неприятная нишка. Как бы я потратил всё время, пытаясь найти какой-то активный ход. Но ничего лучшего, кроме как d5, слон h3, и кроме d4 тоже я не нашёл другого хода. Но здесь я просто без пешки. Какая-то компенсация есть из-за сильной пешки d4, но в целом у него явный перевес. Ну, всю остальную партию я расплачивался за свой импульсивный ход g4. Ну, как бы, наверное, он где-то выигрывал. То есть наверняка там позиция у него подавляющая была, но не знаю, или он расслабился, или ещё что-то, но удалось отскочить. Вроде бы в тот момент, когда b4 вот он пошёл, там hg. Не, ну, безусловно, компьютер покажет. Ну, hg он просто не хотел шахи допускать, но… Ну, ты считал, наверное, это вот? Что было бы после hg, если по-человечески? Ничего хорошего бы не было. Я уже даже не помню. Что считал? g, я помню, что я утешивал себя, что дам хоть шах, а там посмотрим. Не, на самом деле, да, после g у него, наверное, выиграли. Ну, fxh3, fxh2, fxh2, у меня ничего, как бы, никаких. Дальше я дам шах. Ну, я могу, то есть взять на g4, ну, bgf, fxh8. Ну, как угодно, может сыграть. Может, fxh1 просто уйти. Ну, у него две лишние пешки. Нет, ну, fxh1, fxh3, наверное. Да. Ну, как бы ясно, что тут. Ну, плюс-минус столбик, может быть, не в строчку, но я еще как-то борюсь, но ясно, что перевес вел большой. Ну, а дальше, после того, как... А в Эншпире неожиданно, может быть, хорошие шансы на ничью, потому что здесь уже слона шесть, уже начались массовые размены. Может быть, в Каневом у него был выигрыш, но он, если и был, то очень этюдный. Так, на самом деле, сложно сказать. Поэтому, мне кажется, он где-то вот в этот момент перед контролем упустил, потому что после контроля уже не так ясно. Какой ход? Ну, либо b4, либо я думаю, что после b4, кражешь 8. Ну, ладья G1 мне очень не понравился за него ход, потому что какой-то странный ход, даже он ничего не хочет, ходом ладья G1. Даже у меня ладья G8, ну, как бы, наверное, тоже хуже у черных, то есть ладья G8, но я имею в виду, что у меня уже какой-то выбор здесь. Может, вместо ладья G1, может быть, здесь можно было до сих пор победить АЖ. АЖ, ну, как бы, да. Видимо, так ему надо было играть. Сложилось такое впечатление, что Магнус, он как-то выжидательно очень играл, не хотел принимать какое-то конкретное решение, нет? Нет, ну, он разыграл, просто по дебюту возникла такая позиция, где я наскакиваю черными, а он, как бы, временно отступил. Но, с другой стороны, вот он подготовил G3, отогнал моего коня. Ну да, и здесь, ну, конечно, если бы я не сделал ход G4, партия развелась бы совершенно по-другому. Потому что я, как только пошел G4, я сразу пожалел, потому что я пошел. А вот если на x4 победить, почему вы делаете? Ну, вот на e4 я показал, что после коня в e4 слоня в e3 я здесь хода не видел. Я считал всякие F5, D5, но не срастаются. Оно красиво выглядит, но не получается. Ну, защищался, похоже, беншпиль очень четко, да? Может быть, да, но там до конца мне приходилось сделать единственные хода. Но, как бы, выигрыша за него я не видел. Есть вопросы? Тогда удачи завтра. Спасибо. 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 Спасибо.